19 октября стартует уже четвертый этап отбора в президентский молодежный кадровый резерв. В этом году попробовать свои силы решили почти 6 тысяч кандидатов со всей страны. Однако три этапа смогли пройти всего 244 участника. В агентстве по делам госслужбы заявляют о полной прозрачности процедуры и оценок и обещают, что в финальном списке из 100 финалистов, которые ляжут на стол национальной комиссии, будут только самые подготовленные. О том, что требуется от молодых госслужащих нового формата, расскажет моя коллега Любовь Басхаева. Она поговорила с заместителем главы агентства по делам госслужбы Азаматом Жолмановым. Азамат Сагатович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, прошло время, буквально месяц, как стартовал отбор в молодежный кадровый резерв президентский. Расскажите о предварительных итогах, если не ошибаюсь, уже второй тур завершен. Вы совершенно правы. 1 октября у нас состоялся первый блок первого этапа, то есть это оценка способностей кандидатов работать с текстовой информацией, куда из допущенных к отбору 6404 человек приняли участие 5398 человек. При этом надо отметить, что баллы, то есть у нас далее проходили те участники, которые набирали максимальные баллы. То есть у нас участники ранжировались от самого высокого балла и далее по убыванию. То есть у нас в итоге сложился балл на уровне 14 баллов. И по итогам кандидатов, которые набрали 14 и более баллов, у нас таких человек было порядка 2900 человек. Они прошли далее на второй блок данного этапа. То есть второй блок, это у нас оценка способностей кандидатов работать с числовой информацией. При этом надо понять, что эти блоки направлены на оценку способностей кандидата работать с информацией в условиях сжатого времени. То есть ее понять, обработать, интерпретировать и дать ответ. На втором этапе кандидатам предоставлялась информация в виде различных диаграмм, графиков, таблиц, по которым кандидат должен был принять единственное верное решение. Здесь у нас балл сложился на уровне 20. То есть те кандидаты, которые набрали 20 и плюс, они прошли далее уже на этап ситуационной задачи. Таких кандидатов у нас набралось 607 человек, из которых далее допущен на этап асессмент-центра 244 человека. Проходной балл у нас составил на уровне 3,58. Как вы оцениваете эти показатели и всегда интересно, были ли нарушения? Что касается этапа ситуационных задач, ну и в целом всего отбора, каждому кандидату присваивается идентификационный номер для того, чтобы его обезличить. То есть кто и как проходит мы не видим, мы видим только в конце, когда система выдает нам результаты. Каждый кандидат получает свой результат в своем личном кабинете. Наиболее частые нарушения, ну их было не так много, но тем не менее они имеются, это использование гаджетов, наушников, использование программ удаленного доступа, ну и второе лицо. Сразу вспоминается известный фильм, да? Профессор, конечно, и дальше по тексту. Да, да, да. Ясно. Скажите, на ваш взгляд, какой из этапов наиболее сложно дается кандидатам? И все-таки бывает так, что технически человек все правильно пишет, он на все знает ответы, но если пообщаться, допустим, каких-то навыков все-таки не хватает. Наверное, где-то нужна стрессоустойчивость, где-то должна быть какая-то железная логика, изощренность, потому что не всегда же все идет по учебнику. Нужен какой-то неординарный подход, который на деле в жизни многие ситуации помогает решать быстро. Вы это совершенно точно подметили, что надо оценивать кандидата разносторонне, различные его компетенции, различные его навыки, умения, знания и так далее. Что касается сложности этапов, я не берусь сказать, что какой-то из них сложнее, какой-то легче. Все-таки в первом отборе я сам участвовал, и для себя я бы не выделил такого этапа, где я бы сказал, вау, этот этап самый сложный. Что касается самих этапов отбора, они у нас построены с применением через изучение современных различных HR-инструментов. С тем, чтобы максимально разносторонне и объективно отсоединить кандидата. То есть вот эти этапы, которые у нас завершились, это была оценка способности кандидата работать с информацией в условиях ограничительного времени. То есть подспудно здесь выявлялись его умения логически мыслить, умение анализировать, умение строить логические цепочки, аргументированно доносить свою точку зрения и так далее. Когда начинаются следующие этапы и в целом подведение итогов? 13 октября были опубликованы результаты ситуационного решения, этапа решения ситуационных задач. 18 числа у нас начинается этап оценки компетенции. Он также у нас состоит из двух блоков. Первый блок это асессмент центр и второй блок это глубинное интервью. То есть в асессмент центре у нас приглашаются сертифицированные асессоры. На глубинное интервью у нас также приглашаются уже профессиональные HR менеджеры. И на этап, на блок асессмент центра у нас проходит 244 человека, как я говорил ранее. На следующий блок проходит 170 человек и 150 человек уже на предпоследний этап экспертное интервью. И далее оттуда уже 100 человек уже будут направлены на рассмотрение национальной комиссии. Ясно. Удачи вам. И я думаю, что вы придете к нам в студии и расскажете уже об окончательных итогах. Мы посмотрим, кто из казахстанцев все-таки войдет в молодежный кадровый резерв президентский. Обязательно. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok